Здравствуйте! Я напомню, что я Александр Васильев, и сегодня коллеги попросили меня рассказать о моей книге «Знамя и меч от Падишаха». Книга эта посвящена истории связей Османской империи и государств Центральной Азии. Это Хивинское ханство, Бухарский Эмират, Коканское ханство и государство Якуббека в Кашгаре. Чем эта книга важна? На мой взгляд, здесь я попытался представить ханство Центральной Азии не просто как некий объект устремлений российской дипломатии и внешней политики или турецкой дипломатии, а как самостоятельные субъекты международных отношений в Центральной Азии в XIX веке. Мы очень часто говорим о том, что в Центральной Азии разворачивались перипетии геополитической борьбы Британской империи, Российской империи за влияние не только в Центральной Азии, но и в целом на Востоке. И очень часто вот за такой картиной борьбы двух гегемонов у нас исчезают какие-то вкусные, интересные детали местной политической жизни. И, конечно, вот такие общие мазки политической картины затмевают собой действительно ту политическую игру, которую вели местные власти, которую вели нерегиональные акторы, как, например, Османская империя. И вот как раз моя книга и призвана восполнить отчасти вот этот вот пробел в наших знаниях и представлениях о Центральной Азии, истории Центральной Азии того времени. Мне кажется, что сейчас даже это может быть важно, учитывая, что у нас много говорят о большой игре 2.0, как о новом столкновении всех заинтересованных глобальных держав в регионе, столкновении интересов транснациональных корпораций. И, мне кажется, вот такой вот опыт дипломатической игры в Центральной Азии в XIX веке тоже мог бы быть востребован сейчас. Мы видим, что действительно многие элементы той политики, которую Турция, которую Османская империя вела в XIX веке, они актуальны. И сейчас это отчасти ставка на образование, ставка на культурные связи. И книга – это хороший вариант посмотреть, как вот эта вот стратегия развития связи с местными регионами воплощалась в Османской империи в тот момент. Какие у нее были плюсы, какие у нее были минусы, чем она в итоге запомнилась местному населению, как Османов воспринимали местные правители и местные жители. Я думаю, что у этой книги есть определенные плюсы, но есть и определенные минусы. Плюсы в том, что, безусловно, здесь есть много архивных материалов, и книга эта построена практически целиком на сравнении российских и османских документов. И, наверное, это ее сильная сторона. Но, к сожалению, когда я ее готовил, время поджимало, и, может быть, здесь есть какие-то технические недочеты. Мой научный руководитель Михаил Сарафимович Мейер, который направил меня на эту тему, посоветовал мне разделить книгу на две части и политику Турции в начале XX века до Первой мировой войны выпустить в виде отдельного тома или отдельной книги. Поэтому, конечно, здесь XX век предстает в таком достаточно скомканном и кратком изложении. Тем не менее, хотел бы рекомендовать эту книгу тем, кто действительно интересуется документальной историей Османской империи, документальной историей Центральной Азии, и тем, кто может быть заинтересован в изучении каких-то таких региональных аспектов истории Центральной Азии, в изучении перипетий её дипломатии, в изучении каких-то личностных аспектов её истории. Это связано с тем, что в книге довольно много сведений о личностях, которые оказывали существенное влияние на политическую интригу в Центральной Азии. Название такое необычное. Дело в том, что когда местные владыки Бухарехи, Выилик, Аканда или Кашгара обращались к османскому султану за помощью или с теми иными просьбами, то в качестве признания их власти и в качестве определённой инвеституры султан отправлял им знамя, меч и халат. Так и родилось это название – знамя и меч от падишах. Временной промежуток самый широкий. Временной промежуток от начала XVI века до начала XX века. Такой временной промежуток обусловлен тем, что связи Османской империи и Центральной Азии были разноуровневыми, и цели этого союза османов и правителей Центральной Азии на разных этапах истории были различными. И, например, в XVI веке целью союза османов и династии шейбанидов в Бухаре была борьба с шиитами, была борьба с сифивитским Ираном, с теми, кого османские богословы считали еретиками. Если мы посмотрим, например, конец XVIII и первые половины XIX века, то здесь цели османов и цели местных правителей совпадали лишь частично или не всегда совпадали. Например, Османская империя была заинтересована в создании противовеса России. Когда Екатерина II начала активно расширять границы России, присоединять Крым, и османы начали терять уже, собственно, территорию, входившую в империю, то возникла идея снова вернуться к этой идее союза с Бухарой, чтобы создать второй фронт против России. Но у бухарских, например, правителей или у правителей Кокандо, у них был свой взгляд на эту ситуацию. Бухара, например, вела очень выгодную торговлю с Россией через Оренбург, и бухарские правители отправляли своих дипломатических представителей в Османскую империю через Россию, и на протяжении всего этого дипломатического вояжа бухарские дипломаты вели и торговлю, и дипломатические переговоры. Они попадали в разного рода сложные жизненные ситуации, приключения и так далее. И здесь, конечно, нельзя сказать, что Средняя Азия, Центральные Азиатские правители следовали исключительно в русле тех решений, которые вырабатывались в Стамбуле. Местные правители иногда очень ловко пытались сыграть на противоречиях Османской империи, Великобритании и России. Например, правитель Кашгар Якуббек, пытаясь лавировать между Британией и Россией, получил как раз флаг от османского правителя, начал чеканить монеты с именем султана Абдулазиза и Абдулгамида Второго и мотивировал свое несогласие с теми договорами, которые ему навязывали, например, британцы, тем, что он должен сначала получить разрешение со стороны султана в Стамбуле. Но, конечно, не следует это понимать буквально. Это была такая дипломатическая игра, чтобы не принимать кабальные условия англичан. Поэтому, конечно, картина этих связей очень сложная, противоречивая и интересная. Я хотел бы в заключение такого моего короткого выступления, во-первых, поблагодарить своего научного руководителя Михаиса Афимовича Мейера, который, будучи ответственным редактором этой книги, сделал довольно много важных критических замечаний, и благодаря его помощи я сумел устранить много недостатков. Я хотел бы поблагодарить моих турецких коллег из Османского архива. В тот момент он был при премьер-министре Турции, сейчас он при президенте Турецкой республики. В общем-то, благодаря им я получил возможности широкого доступа к этим османским документам. Я хотел бы поблагодарить и моего научного руководителя по аспирантуре Рудольфа Георгиевича Пихову за помощь, понимание и дружеские советы, которые он давал мне, когда я писал кандидатскую. Ну и в завершение я хотел бы рекомендовать тем, кто интересуется историей и Османской империи, и Центральной Азии, прочитать эту книжку. Во-первых, здесь есть довольно много ссылок на архивные документы, которые будут полезны начинающим историкам, тем, кто хочет в будущем стать востоковедом. Во-вторых, книга снабжена иллюстрациями. И, может быть, это звучит несколько по-детски, но красивые иллюстрации всегда украшают научные издания. И, конечно же, я думаю, что эта книга, она будет интересна и тем, кто интересуется политикой России в Центральной Азии, поскольку в этой работе я постарался сравнить османские документы, российские документы и частично материалы историков, которые работали, которые трудились в ханствах Центральной Азии. И мне кажется, что вот такой вот сравнительно исторический подход, он может быть достаточно плодотворным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова